Делать, думать и говорить одно и то же, потому что это кратчайший путь к достижению цели и девиз нашей программы. Вы смотрите Лобби Холл на Ветте. Меня зовут Станислав Уланов. Если почитать интернет, может сложиться ощущение, что отношения между центром и территориями накаляются. Причем в Пермском крае в том числе. И вот именно с этой темы мы начнем разговор. Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Пермского края Валерий Трапезников. Валерий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, взаимоотношения центра и регионов, как я уже сказал, если судить по интернету, достаточно напряженные. В ряде территорий люди проявляют, ну, так скажем, свободомыслие. Представители оппозиции считают, что действующая система отбора глав территории себя дискредитировала. Представители партии власти имеют свою точку зрения. Ну, член Единой России. Поэтому к вам, собственно, и обращаюсь. А ваша точка зрения на это вопрос какая? Но без критики нет государства. Это естественно. Потому что всегда нужно власть критиковать. И даже наш президент Путин говорит, что критикуйте, а исполнительная власть будет исправляться. Потому что всегда одна голова хорошо, а множество голов, то есть и наших граждан, чем больше, тем лучше. Но я бы хотел коснуться конкретной темы, вопроса, которую вы задали. Да, прямые выборы, может, с одной стороны, неплохо. Но с другой стороны, есть конкурсная комиссия. Документы может сдать любой житель данного городского округа или муниципального округа. Составь программу четкую, конкретную, чтобы она была понятна не только членам комиссии, но вообще простым людям. Тем более сейчас ведь все, как говорится, известно. Дальше, после сдачи документов, ну, давай начни лоббировать свои интересы через депутатов, которые представляют определенные поселения данного округа городского. То есть все, если ты сможешь доказать, что ты достоин, ну, я думаю, что тем более конкурсная комиссия, ведь она наполовину состоит от исполнительной власти нашего региона и непосредственно от местных властей. То есть, в принципе, это нормальное явление. Там может 10, 12, 15 человек, а потом уже отберут, и на суд их депутатов, которых они избрали, они вынесут решение. Ну, я считаю, что тоже неплохо. То есть административных барьеров по вашему... Ну, я считаю, нет. Если все грамотно, нет судимости и так далее. Но, вот мне как политику всегда нравится, как поступает Володин, представитель Государственной Думы. Он после опубликования данных о доходах, одну треть, а то и половину, несколько миллионов пускает на благотворительность. Если какой-нибудь местный олигарх хочет баллотироваться, ну, за год, за полгода, отчисляй деньги на ремонт детских садиков. Это ведь не предвыборная кампания. Ну, то есть, оставь о себе хорошее мнение, после этого заявляйся, я думаю, что ты всегда победишь. К сожалению, премьер Володин, не все поддерживают политики, хотя среди наших пермских политиков, ну, как бы сказать, очень много и небедных людей. Я думаю, всегда нужно делиться с теми людьми, которые нуждаются. Это и в Библии написано было, и в наших программах нужно помогать людям. То есть, вот если таким путем пойдет будущий претендент, ну, я думаю, что неплохо. А так, прямые выборы, может, перевыборами, знаете, может, какую-нибудь, там, дорогу построить, так, ну, чуть ли не на нарушение, но народ с дуру-то и проголосует. Нужна программа, и программа на пять лет, что ты будешь делать. И потом нельзя конфликтовать, ну, можно, но нежелательно конфликтовать с нашим губернатором. Какой смысл, если они будут бодать все эти пять лет, от этого пострадают только жители непосредственно данной территории. Нужно уметь договариваться, убеждать исполнительную власть, что вот его программа в данном случае может даже лучше и федеральной, и региональной. Валерий Владимирович, раз уж мы про выборы заговорили, и начал я с мнения представителей оппозиции, задам еще один вопрос. Многие оппозиционеры обратили внимание, что на последних выборах среди кандидатов было огромное число как бы самовыдвиженцев. Сейчас уже читаем новости, многие из них, кто-то вступил в Единую Россию, ну, а кто-то так или иначе с партией был аффилирован. Вот, как по-вашему, что это такое? Это мое субъективное мнение, но я буду отстаивать его. Я считаю так, если ты член партии, значит, ты самовыдвиженцем идти не можешь. Или ты выходи из партии и иди вперед, хоть от любой партии, или там от самого себя, или от группы каких-нибудь там предпринимателей, бизнесменов, или группы избирателей. А то, на самом деле, вы правильно сказали, он до выборов не член партии, после выборов он активный член партии. И вот мне понравилось, что когда подводили итоги сентябрьских выборов, наш лидер партии Дмитрий Анатольевич Медведев тоже обратил на это внимание. И прямо четко сказал, это не повышает имидж партии, то есть он дал намек на будущее выборы. Ребята, вы определитесь, или уж вы кончайте с нашей партией, любимой Единой России, и тогда вам никто не скажет претензии. Но нельзя сидеть на двух стульях, значит, это не очень хорошо. И вот я считаю, что имидж партии можно поднимать другим путем, хотя сентябрьские выборы показали, что у нас имидж партии довольно-таки высокий. Даже мы, по-моему, на более 10% набрали больше депутатских мандатов, чем в предыдущем году. Но нам повезло в каком смысле. У нас губернатор член высшего совета партии, а два предыдущих губернатора тоже имели свою позицию, они не вступали в партию. Тоже хорошо, но с другой стороны, я сейчас имею, как говорится, губернатора члена высшего совета, я считаю, что он в какой-то степени помогает Единой России, но и мы помогаем, стараемся тоже идти в русло тех задач, которые ставит нам Дмитрий Анатольевич Медведев как лидер нашей партии. И еще последний пример, очень такой интересный, местное отделение партии Ленинского района 1 ноября проводит турнир по русскому бильярду, но только для сторонников партии и для чинов партии. И сейчас звонки, да мы, может быть, как-то тоже, ни в каком случае, вот если вы считаете, что партия устраивает вас, ее программа и так далее, вступайте в сторонники, посмотрите, и, может быть, будете чином партии. Я считаю, что этот пример просто потрясающий. У нас 7 районов, вы представляете, первенство Пермского края по русскому бильярду организует Единая Россия для членов партии сторонников и для будущих сторонников Единой России. Я думаю, это должно собрать пул участников, в общем, очень представительный. По крайней мере, я с одним из организаторов говорил, он звонят уже непрерывно, а почему, а можно и так далее, это уже интерес появился, это главное. Вроде бы небольшой стрих, но этот кирпичик добавляет, как говорится, для поднятия имиджа партии в какой-то степени. Валерий Владимирович, ну так вот складывается сегодняшняя программа, что я в каждом из вопросов выступаю со стороны критиков действующей власти. Вот еще один повод для критики – оптимизация в системе образования в регионе, которая продолжается, объединение школ, детских садов. Буквально сегодня утром в запрещенной у нас социальной сети Телеграм читал очередной критический пост на эту тему. Вот с вашей точки зрения, вообще, насколько это необходимо и насколько правильно продвигаются эти процессы сейчас? Ну, в любом процессе могут быть ошибки. Но, с другой стороны, я эту тему знаю хорошо, не от того, что я только в социальном комитете. У меня дочь, педагог, уже более 20 лет работает в школе. Она работает в хорошей школе, там есть все. Но она говорит, что иногда вот встречаешься с педагогами, у них нет ни спортзала пока еще, а они расположены рядом. И, предположим, если эти две школы объединят, перебежать дорогу в хороший спортзал. Актовый зал большой, большая библиотека, но не в каждых школах. У нас школы есть довольно-таки старые, там и помещения. Я сам в такой школе учился, сейчас хорошо пристрой построили. Конечно, нужно учитывать мнение учителей, мнение родителей, но учитывать не силовым таким методом, а разъяснять, что получится от объединения этих школ. Но, с другой стороны, финансовое обеспечение, то есть исчезает руководитель, естественно, он будет против. Я уважаю директора школы, он очень много работает, но, с другой стороны, и бухгалтерии нет. Ну, сейчас вообще хотят все это объединить, тем более цифровая экономика, ну, зачем держать, как говорится, лишнего чиновника. Я ведь бухгалтер для школы, это чиновник, он нужен, но он чиновник. Я считаю, что этот процесс нужен. Дальше я же езжу по региону, и когда, говорят, вот детский садик объединяют. Детский садик на 70 мест, там на 50, а ходят 3-4 человека. Если переведут в школу в хорошие условия, санитарные условия соответствуют всем СНИПам, да, что здесь плохого? Есть столовая, также будут готовить специально для детей, то есть в данном случае, конечно, могут быть сокращения, но не в полном мере. Там еще кочегарка, а здесь уже отопление. То есть каждый случай нужно рассматривать, и в принципе-то это неплохо, я считаю. Если уже вузы объединяют по всей стране, ну, наверное, так и есть. У нас ведь раньше тоже, вы помните, был университет, был факультет медицинский, фармацевтический и так далее, педагогический. Потом стали самостоятельно, сейчас потихонечку. Ну, думаю, что процесс пошел, надо его мягко, интеллигентно заканчивать. Валерий Владимирович, а вот с этими административными работниками, ну, те же самые бухгалтеры, как вам кажется, что-то надо делать? Или, ну, все мы живем, так скажем, в капиталистическом мире? Ну, во-первых, у нас небольшой процент безработных в Пермском крае, мы вообще, конечно, как, ну, не как в Москве, там один процент безработных официально, которые зарегистрированы в службе занятости. Но жизнь идет вперед, иногда нужно менять профессию, но уж бухгалтер всегда найдет себе работу. Ну, а потом, если в службе занятости не все обращаются, не понимают, что это государственная структура, там есть деньги, там есть курсы, там могут обучить, найти работу и так далее. Просто нужно не к частным конторам обращаться, а именно в ту службу, которая содержит государство. И я считаю, что найти работу можно, если будет желание, понимаете, а не сидеть ждать. Валерий Владимирович, оппозиционные точки зрения высказываются, в том числе и в рамках заседаний законодательного собрания. Благо парламент у нас, надо сказать, плюрализм мнений там имеет место быть. Безусловно. И не так давно ваши коллеги по законодательному собранию из оппозиционной партии «Исправедливая Россия», если я не ошибаюсь, предлагали резко повысить зарплаты бюджетникам. Партия власти «Единая Россия» проголосовала против этого, ну, так скажем, вполне народного предложения. Вот объясните, почему. Ну, во-первых, этот законопроект, он, как бы сказать, федеральный, потому что Дарья Александровна выступала на комитете, говорил, нужно внести изменения в 122-ю статью Трудового кодекса Российской Федерации. Но эти изменения вносит только Государственная Дума. Мы можем высказать свою точку зрения. А по порядку работы Государственной Думы там нужно отзывы иметь и от исполнительной власти, и от законодательной власти. Исполнительная власть категорически против. Мы, конечно, и фракции обсуждали, слушали, кто-то за, против, но потом пришли к единому мнению. Почему? Ну, во-первых, для того, чтобы провести этот закон, нужно хорошо к этому подготовиться. То есть просчитать, в каком регионе, какая зарплата, что от этого выиграют, весить деньги в бюджете данного региона. У нас, к сожалению, ну ладно, мы Пермь еще, Пермский край так на ногах крепко стоит, а есть вообще такие провальные регионы. И посмотреть, что от этого будет, какая польза, какой минус. И в это же время в Думе решался вопрос тоже о изменении оплаты труда бюджетников. То есть поднять твердую ставку. В настоящее время, вы знаете, там может быть 3-5 тысяч, а остальные идут до платы. И президент об этом уже не раз говорил. Давайте установим, ну минимум 50-45% общей выплаты в заработной плате составляет, как это, ставка. А потом уже идти, но чтобы в зарплате никто не терял. Посмотрели мы, ну, сырой законопроект. Даже по нашему Пермскому краю никакого просчета, в каком районе такая зарплата, в каком районе такая зарплата. А просто всем платить 2 мрота, ну, мрота поднимается каждый год и довольно-таки на существенную сумму, на 900, на 600, на 700 рублей. И то есть это будет автоматически расти, но просто без экономических обоснований. Вот отзыв правительства там отрицательный. И почему-то тоже наши оппозиционные партии не составили очень хорошую аналитическую записку. Здесь получилось так. Конечно, я не член партии, справедливости. Звоночек Миронова, уважаемые члены фракции в регионах, поднимайте вопрос. Перед выборами поднимается у вас, как говорится, рейтинг. Получится, не получится, народ про это забудет. То есть он вроде бы и нужный закон, но не отработанный. Мы лучше сами решим, и у нас фракция хорошая в Государственном Думе, здесь мы посмотрим, как на оригинальном уровне, если примут на федеральном уровне, и думаю, что будут все довольны. Ну, то есть, получается, предложить можно все, что угодно? Все, что угодно, да. А как вот жителям, телезрителям, тем, кто ходит в интернете, читает, получает информацию, как вот делить это вот предложение ради предложения или... Ну, вы знаете, здесь нужно посмотреть. Во-первых, нужно еще раз, я повторяю, это поправка в федеральный закон. Мы же все же региональный парламент. Это просто будет маленькое такое, знаете, за или против, и мы отправим в Москву. То есть, в принципе, люди должны понимать. У нас же есть депутаты Государственной Думы. Ну, у нас семь депутатов, это впервые за всю историю современной Думы. То есть, обращайтесь к ним со своим предложением. Почему оппозиция не обратилась, предположим, к Исаеву, это он заморок или фракции, то есть, он отвечает за законопроекты, основательно, что наш регион, вроде бы, доложите ему, тогда другое дело. Не так, давайте проголосуем о поправке в 122-ю статью и все. Но неубедительно, неубедительно. Слушайте, ну вот сейчас весь мир, мне кажется, не только Пермский край, не только Россия, но весь мир действительно разделился на два лагеря по, в принципе, схожему вопросу. Шведская девочка Грета Тунберг, по-моему, ее фамилия, которая очень эмоционально в ООН выступила. Вот этот случай, по-вашему, к чему имеет отношение? Это все-таки про экологию или про пиар? Ну, давайте так, девочка из Швеции попала на пленарное заседание Организации объединенных наций, это уже, знаете, ну, вообще уникальное явление. Для ее биографии будущего это, конечно, и огромный плюс. Она молодец, то, что она немножко нервна, но, с другой стороны, можно ее оправдать, хотя ряд детских психологов говорят, что у нее психика и что-то не то. Тему она, конечно, затронула очень волнительную, но то, что она предлагает, это просто удар по экономике. В полном смысле слова, да, я отзывы читал. Но, раз она подняла тему, неплохо, но были, как говорится, попытки пригласить ее в Государственную Думу, чтобы она выступила, но, к сожалению, проголосовали против, потому что конкретно они ничего не предлагают. Но, с другой стороны, это и пиар, но, может быть, это шаг в будущую профессию этой девочки, которая будет или экологом, или будет работать в общественных организациях. Она молодец, в какой-то степени да, но использовали ее, ну, ничего, она отбросит этих всех и пойдет вперед. Дай бог, чтобы она была, ну, хорошим экологом мирового значения. Для нее фундамент уже создан. Даже и Путин сказал, что, ну, это, ну, хорошо, что выступила, и все. Ну, здоровье ей действительно крепкого, и счастье ей. Ну, с другой стороны, то, что она грамотна, и не боясь такой мировой общественной, там трансляция на все страны мира идет, и это уже хорошо. То есть, это пример для тех людей, молодых девочек, мальчиков, которые не могут связанно высказать свою точку зрения. Учитесь. Валерий Владимирович, ну, вот опять же, о том, как фильтровать сообщения, особенно из интернета, не так давно очередное исследование продемонстрировало снижение количества людей, которые могут отнести себя к среднему классу в России. Почему-то в этих сообщениях практически ни в одном из них не указывалось то, что это общемировая тенденция на самом-то деле. А я с вами все-таки даже не про средний класс хотел поговорить, а про рабочий класс. Вот что, на ваш взгляд, у нас сегодня с рабочим классом происходит, он крепнет ли, и каковы перспективы? Ну, рабочий класс, он будет всегда, потому что без рабочего класса жить нельзя. Я понимаю, что могут роботы появляться, но в настоящее время я часто езжу на заводы, тем более я поддерживаю связь со своим предприятием, и знаете, там процент молодых увеличивается. Во-первых, появляются станки более современные, туда уже приходят, ну, старое поколение, конечно, может перейти, но уже принимают таких более молодых. У них хороший социальный пакет на предприятиях, коллективный договор. На Западе вообще, даже у журналистов есть шикарный профсоюз, который у вас же тоже есть нарушение трудового законодательства, я на 150% уверен. Да, но мы не будем об этом в эфире сейчас рассказывать. Об этом не будем говорить. Рабочий класс есть. Но другое дело, что нужно получать уже образование, среднее специальное образование, чтобы стать хорошим специалистом, рабочим с хорошим образованием, тогда ты будешь независим. От колебаний рынка, от нефти, от доллара, евро. И не надо стремиться родителям, обязательно университет, юрист, экономист. Опускай планку, если твой дитя не очень стремится к достижению высшей цели. Пусть он кончает колледж, идет на работу, если он почувствует, что ему не хватает знаний, ну, эта практика неплохая. И потихонечку расти. Но если нет, совершенствуйся, будь высококвалифицированным рабочим, и ты будешь получать, ну, по крайней мере, намного больше. Я был на Боинге и был на Эрбасе, да? И я вам хочу сказать, хороший квалифицированный рабочий получает, ну, более 2000 евро при средней зарплате, 1700, 1500 и так далее. А самое главное, если у тебя есть работа, есть деньги, значит, есть семья, и ты можешь их обеспечить, платить налоги и думать о будущем. Ну, главное, правильно расставлять приоритеты и видеть цель. Безусловно. Рабочий класс будет всегда. Вот, мне кажется, это прекрасная точка для программы, Валерий Владимирович. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня были у нас в студии. Спасибо вам за интересную беседу, за ваше мнение относительно того, что происходит здесь у нас, в Пермском крае, в стране, во всем мире. Естественно, мы будем рады видеть вас снова. Спасибо, Ива. Вы смотрели «Лобби-холл» на Ветте. Сегодня у нас в гостях был депутат Законодательного собрания Пермского края Валерий Трапезников. Меня зовут Станислав Уланов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова